Hi! Сегодня мы вспомним школьные трэш истории. Вас ждет щепотка юмора, немножко кринжа и огромное количество трэша. И специально ради этого ролика я пригласил своего друга Маразма, потому что он замешан в большинстве этих историй. И ребят, обязательно подписываемся на канал. Впереди огромное количество новых видосов, с Маразмом в том числе, так что не пропустите. Ну а перед началом спонсор. Вы наверняка слышали, что большинство иностранных фильмов отменило премьеры в России. Но у меня для вас есть одно решение. Это онлайн кинотеатр Movie Lab. И внимание, все фильмы и сериалы на нем абсолютно бесплатны. Не нужно ни покупать, ни оформлять эти бесконечные подписки. Все абсолютно бесплатно. У ребят есть как приложение на смартфоны и смарт-ТВ, так и веб-версия для телефонов и ПК. И как я сказал, уникальность Movie Lab, то что там все абсолютно бесплатно. И никто не планирует превращать это в платный контент. Все старые или новые фильмы, все независимо от ситуации в мире, там будет выходить. И у ребят новинки появляются раньше всех. Также ребята каждую неделю создают уникальные подборки. Не из разряда триллеры, ужасы, комедии, а вот прям реальные уникальные подборки. В зависимости от того, что вы любите и что вы смотрите. Из последнего обновления пользователи могут создавать свои подборки и публиковать их в приложении. Это тот самый случай, когда не стыдно за продукт. Я этим сайтом пользуюсь сам. Так что, ребят, переходите по ссылочке и погружайтесь в мир кинематографа. А мы продолжим. Для всех новеньких надо пояснить. Мы с Маразмом дружим с 6 класса. Короче, мы вместе учились. И сами понимаете, с 6 по 11 класс это огромное количество времени. И это тот самый возраст, когда ребята начинают расти. И когда в голове начинает происходить всякая хрень. Короче, самые лютые времена. Давайте к делу. Первая история произошла где-то в 7 классе. С хорошо вам известным мальчиком по имени Денис. Денис вообще был самым неадекватным в классе. И буквально каждую неделю вытворял какую-то дичь. Это одна из таких историй. Короче, Денис любил чипсы. Ну как любил? Он их, наверное, все еще любит. Но тогда любил особенно. В его меню входили чипсы русская картошка, лейс. А по особым событиям Прингл. Все-таки чипсы-то не дешевые. И Денис настолько любил чипсы, что носил их с собой даже в школу. Мы тогда, я помню, еще шутили. Шо, мол, у Дениса специальный спортивный рацион. Шо Денис всегда на диете, держит форму, так сказать. И как-то раз Дениса жестко переклинило. У нас был урок географии. А географ у нас был просто лютый мужик. Ну то есть, если ты ведешь себя нормально, если ты делаешь все ДЗ, правильно отвечаешь, он тебя уважает. И относится как к равному человеку. Но стоило хоть один раз не сделать ДЗ, плохо ответить, не дай бог нагрубить ему, или хоть как-то сорвать дисциплину. Все. Географ, условно назовем его Николай, ненавидел тебя всеми фибрами своей огромной души. А он весил килограмм двести. Так что душа там, наверное, тоже была огромная. Но уроки все очень осторожно себя вели. Потому что, если ты давал ему повод, он по старой доброй традиции поднимал тебя перед всем классом, и минут 15 мог отчитывать. И это не просто какое-то там чтение морали, мол, так себя вести нельзя, бла-бла-бла, а потом к директору. Нет, географ натурально издевался. И мне кажется, даже кайфовал от этого. И чтоб вы понимали, насколько сильно он всех запугал, на других уроках было норма играть в телефон, общаться друг с другом, не смотреть на доску. А на географии все тупо боялись. Ну а Денис был не из простых. Это еще мягко сказано. Короче, очередной урок географии, она у нас, кстати, была первым уроком. И шла на первом этаже. Развенел звонок, все усеялись, начинается перекличка, и выясняется, что Дениса нет. Это, в принципе, было очень странно. Учитывая, что он жил ближе всех, буквально пять минут до школы, ты приходил, он всегда раньше всех. Стабильно за час до уроков. Не знаю, зачем, но он так делал. А тут он не то, что не пришел заранее, он опоздал. Да и не просто опоздал, а опоздал на географию. Географ Николай сильно возмутился и продолжил вести урок. И тут, на пятнадцатой минуте урока, раздается стук в дверь. Географ говорит, входите. И в класс вваливается Денис. Все поняли, что сейчас начнется. А Денис то ли этого не понимал, то ли ему было настолько пофиг, он просто спокойненько заходит в класс, с учителем даже не поздоровался, на нас не посмотрел, просто спокойненько садится за парту. Географ ему говорит, Денис, ты ничего не хочешь мне сказать? А он на полном серьезе отвечает, нет, не хочу. Мы тогда еле сдерживали смех. Мы, конечно, знали, что Денис лютый и дерзкий, но не настолько же. Географ начинает допрашивать его дальше. Денис, почему опоздал? Он отвечает, ну, потому что вовремя не пришел. Географ начинает жестко беситься. Денис спокойненько достает телефон и начинает в нем что-то искать. Географ его спрашивает, Денис, я тебя не отвлекаю? Ну, вообще отвлекаете. Но это все-таки как-никак урок географии, поэтому вас можно понять. И продолжает играть в телефон. Географ ему говорит, слушай сюда, уголовник, тебе что, жизнь не мила? Я такого поведения на своих уроках не допущу. А если тебе что-то не нравится, взял вещи и вышел из класса. А Денис снова спокойным голосом отвечает, да нет, мне все нравится. Пожалуй, останусь. Денис, ты не хочешь извиниться передо мной и перед всем классом? Да нет, не хочу. И любой другой человек бы уже испугался. Начал бы извиняться перед учителем, подлизываться как-то. А знаете, что сделал Денис? Помните, я вам говорил, что он любит чипсы? Он просто молча, спокойненько открывает рюкзак, достает оттуда упаковку чипсов, это была русская картошка, по-моему, и со спокойным... Так-так. Начинает их есть. Прямо на уроке географии. На глазах у учителя. И мне страшно представить, что тогда происходило в голове у географа. Он уже начал вставать и с не очень хорошими намерениями двигаться в сторону Дениса. Благо, у меня хватило мозгов эту ситуацию как-то прекратить. Я подошел к Денису и говорю, Денис, все, иди, ты не в себе. Помог ему собрать рюкзак и выйти из класса. И мы с маразмом на перемене его спрашиваем, Денис, это что было? Он нам спокойненько отвечает, да, просто кушать захотел. Денис, ну ты вообще понимаешь, у тебя за это там, не знаю, исключить могут, выговор дать. Э, за чипсы никого еще не исключали. Вот и меня не исключат. Ну ладно, ребят, я пошел. И просто спокойненько уходят. Мы по сей день не поняли, чё это было. Ну а следующую трэш-историю расскажет сам маразм. Маразм, рассказывай. Привет, слэш, привет, моя ауди... Ой, то есть аудитория слэша. Бан-чучел. Да знаешь, вспомнил я тут одну забавную историю. Короче, на физре это было в классе в девятом или в десятом, я уже не помню точно. У нас, помнишь, висела посреди спортзала волейбольная сетка, и ее достаточно тяжело было снять. Если на уроке мы планировали поиграть в волейбол, то физрук как вывешивал эту сетку в начале урока, так она весь урока висела. И когда мы в зале бегали по кругу, мы под этой сеткой всегда наклонялись. Ну, конечно, все, кроме меня, Петрушки. Короче, бегу я по залу, задумывался о чем-то своем, бегу-бегу, и сетку эту, короче, как будто в упор не вижу. И там просто в моменте я не понял, что со мной произошло. Такой резкий удар в лицо, как будто мне Денис... Я после этого падаю на пол, а у меня из носа течет кровь. Физрук такой вахересмотрит и спрашивает, что с тобой произошло? Я говорю, да вот, об сетку ударился, не заметил. Он мне говорит, ты что, больной что ли? Ты не видишь, что тут сетка висит? Давай иди быстрее нос промывай. Вот такая вот история. Как-то так. Ну и последняя на сегодня история. Как-то раз я опоздал в школу. Вообще, в 10-11 классе я это делал очень часто. И нас за каждое опоздание заставляли писать объяснительную. Ну, если быть точнее, у нас было два охранника. Один на эти объяснительные забивал и просто так тебя пропускал через турникет. А второй заставлял писать каждый раз. Так вот, мне попался этот самый охранник. В школе был конец четверти и как-то ухудшать отношения перед руководством школы я не хотел. Меня, грубо говоря, и так недолюбливали. Я часто прогуливал, успеваемость у меня была так себе и добивать это очередным прогулом я никак не собирался. И вот как я выкрутился из этой ситуации. Охранник дает мне бумажку, дает мне ручку и говорит «Ну, рядовой, давай пиши объяснительную». Я, пораскинув мозгами, начинаю писать «Такого-то, такого-то числа, я опоздал на такой-то, такой-то урок, по такой-то, такой-то причине, и, мол, глубочайше извиняюсь, и в конце инициалы и подпись». И знаете, что я сделал? Вместо своего имени я написал Денис, его фамилию и его подпись. Ученик 10-го А-класса. И так как охранник поименно нас не знал, он с довольной лыбой, думая, как он меня перехитрил, берет у меня эту записку. А я, угорая над произошедшим, иду дальше. Но честно признаюсь, Дениса я недооценил. За опоздание у нас никогда не вызывали к директору. Максимум, тебя мог отчитать учитель, на урок, к которому ты не пришел. Но Денису в этот раз повезло. Из-за моей записки, написанной на его имя, его на полном серьезе вызвали к директору. Мол, Денис, как так? Ты же никогда не прогуливал, не опаздывал. Мол, что с тобой случилось? И просто представьте ситуацию. Ты никогда не опаздываешь. Всегда приходишь за 30-40 минут. И тут на твое имя записка. Мол, извиняюсь, что я опоздал. И там стоят твое имя и подпись. Нормально, да? Я не знаю, как он понял, что это сделал я. Но после урока физкультуры, я с довольным лицом, угорая над тем, что подставил Дениса, иду по коридору, и навстречу мне с грозным видом идет Денис. И как я говорил, Денис всегда был борзым и жестким пацаном. Поэтому он сходу меня спрашивает. Слышь ты, это ты на меня записку написал? Я говорю, Денис, какую записку? Ты о чем? Ну ты сегодня опоздал. На первый урок я видел. И ты написал на меня записку. Да не делал я этого, Денис, ты что? Мне что, делать нечего? Так, слушай меня сюда внимательно. Максимка, после уроков мы с тобой это все обсудим. Приходи один, мы тоже одни не будем. И борзые походки куда-то уходят. И тут мне реально стало страшно. Закончились уроки, все начали переодеваться. А Дениса среди переодевающихся, я что-то не увидел. Выхожу на улицу вместе с маразмом. И там стоит Денис. Вместе с толпой ребят. И кричит нам. Эй вы, сюда быстро. Мы понимая, что с Денисом шутки плохи, подчинились его воле и подошли. Он мне говорит. Слушай, ты вот утром решил надо мной прикольнуться, поиздеваться, да? Записку на меня написать. Я говорю, Денис, ну да, было дело. Это всего лишь шутка. Давай не будем усугублять ситуацию. И он мне говорит. Слушай, ну ты же надо мной шутканул, да? Будто я над тобой шутканул. Никто тебя бить не собирается. Это так. Пранк от Дениса. И начинает ржать. Мы с маразмом переглянулись. И в этот момент поняли, что с Денисом шутки плохи. Короче, Денис решил нас так пранкануть. Типа в ответку. Если вам понравился этот видос, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И впереди будет еще больше видосов. Субтитры сделал DimaTorzok